Здравствуйте! В эфире научно-популярная программа в объективе натуралиста. Сегодня мы посещаем очередной природный объект, природоохранный объект Дродненского района. И мы находимся в деревне Белые Болоты, и нашим объектом является старинный парк, усадьбы, которая находится в этой деревне. И вот в этом заключается очень интересная особенность наших природных объектов, что природа защищается не только в диких местах, но и культурный ландшафт становится местом, где сохраняется природа, которая была создана и сохранена на наших территориях. Про усадьбу в Белых Болотах слишком много информации ни в интернет-пространстве, ни в литературе вы не найдете. Да, конечно, есть статьи Федорука Анатолия Тарасовича, которые говорят о том, что это усадьба 19 века, которая была построена как единый усадебно-парковый комплекс. Причем очень интересное в этой усадьбе является то, что он выдерживает единую форму прямоугольника и прогулочные дорожки, они являются дорожками вдоль границ этого парка, в чем мы смогли убедиться в последующем путешествии по этому парку. Но здесь надо отметить, что очень интересная информация с точки зрения владельцев, потому что на некоторых картах показано это как парковый комплекс тукалов. Когда мы подъехали к информации памятника природы, здесь есть информация, что это усадьба Четвертинских. Поэтому для любопытных, любознательных есть загадка, которую вы для себя можете разрешить. Мы начали осмотр данного памятника природы. Я напомню, что этот памятник природы – это участок старинного парка. Он так, в принципе, и называется. Его основная особенность – это то, что здесь очень хорошо сохранился древостой. И он считается ботаническим парком. Но вот здесь, если мы будем смотреть первый географический объект, который нам попадает, кроме самого парка, это речка Ручей сейчас уже, которая вносит такое название очень интересное – Сильва. Может показаться, что его назвали испанцы или какие-то другие европейские народы. Но если помнить о том, что здесь недалеко находится населенный пункт Сильвановцы, то, естественно, название речки Сильва, оно как бы уже начинает потихонечку ложиться на белорусскую землю. Но на этих берегах мы, видите, обнаружили очень интересный зоологический объект. Это бабочка, с первого взгляда относящаяся к бражникам, ночная бабочка, но, видно, было сбито. И поэтому, видите, нам удалось ее не только рассмотреть, но даже взять на руки. Та загадка, которая началась с владельцев данного имения, продолжилась и в названии речки Ручья. Потому что на некоторых картах, опять же, я нашел название, что топонимически это река Сильва. Но на других картах я нашел, что это река Белеца. И населенный пункт Беличаны как бы подтверждает это топонимическое название. Поэтому, опять же, очередная загадка, которую любознательным можно выяснять. Вы видите, изучение природного комплекса может быть как собирание пазла или разгадывание какой-либо викторины. Ну, а если мы будем говорить о бражнике, которую мы нашли, то есть бабочке, которую мы нашли, это ночная бабочка, относящаяся к медведицам. А почему медведицы? Потому что вот этот красивый мотылек, бабочка, бражник, многие по-разному называют, имеет гусеницу. Ее гусеница очень мохнатая, буроватого цвета, похожа на такую медведицу, как посчитали ученые. И поэтому ее и назвали медведица по гусенице. Но вы видите, какая она красивая, какие яркие тона. Эта бабочка, эта медведица, она ядовитая, потому что содержит такое вещество, как кая. Причем оно действует не только на различных насекомых, но и на млекопитающих даже. Поэтому вот эта медведица и носит видовое название медведица кая. В основном она активна в сумерки, днем она прячется в травостое. Ее активное размножение, так называемый лед, происходит в июле-августе месяце. И потом взрослые бабочки погибают, а уже перезимовывают гусеницы. Это парк. Естественно, конечно, сейчас вот в этом, посмотрите за мою спину, заросшем участке, уже дикого биотопа, трудно угадывать древние аллеи, древние тропинки, какие-то решения, потому что, естественно, что все это преобразовывалось. Но посмотрите на эти древостои, на эти клёны. Здесь и ольхи достаточно внушительного возраста, очень много лип, есть, попадаются ясени. И вот эти деревья, они показывают, что парк действительно имеет, ну, по крайней мере, вековую, а также многовековую историю. И сейчас тоже проложена сеть различных тропинок, которые дают возможность обойти этот парк. Но я хотел бы обратить внимание ваше на вот этот элемент. Очень интересный. Он встречается также, вот этот элемент, видите, аллея, которая идет очень прямо по границам парка. И я так думаю, что она этот парк огибает в таком прямоугольном варианте. То есть границы парка делались не забором, а древостоем. Такая же картина наблюдается в имении августовок в городе Гродно, Дебрианы де Лоси, которые делали. Потому что, вот смотрите, клёны, ясени, липы, которые создавали такие ансамбли, ограничивающие территорию парка. Я захотел посмотреть внешнюю границу парка. И оказался вот в этом парке. Потому что это тоже парк. И для определенных организмов это вообще такие джунгли, которых вообразить себе невозможно. Потому что здесь очень интересное сочетание у этого поля. По краю подсажен подсолнечник. Очень интересная культура. А дальше идёт кукуруза. И вот это сочетание, оно, казалось бы, вообще такое удивительное. Но вот именно нахождение здесь подсолнечника даёт возможность очень интересной наблюдательной площадки. Потому что подсолнечник – это очень хороший медонос. И здесь можно увидеть различных насекомых. Но прежде всего, конечно же, пчёл. Люди говорят о том, что на огонь и льющуюся воду можно смотреть бесконечно и успокаиваться. Также бесконечно можно смотреть на собирающую нектар пчелу. Потому что, посмотрите, как интересно. В данном случае подсолнечник выступает как такой аэродром или поле с посаженным специально едой. И пчела обрабатывает это поле, полностью вымазывается в пыльце, собирает нектар. Вы видите, она полностью перепачкалась. Поэтому она и выполняет свою функцию, функцию опылителя. Перейдя на другой цветок, она, опять же, вымазываясь в пыльцу другого растения, оплодотворяет таким образом и продолжает рот подсолнуха. Но меня очень впечатлила ещё одна интересная особенность. Дело в том, что присмотритесь, пожалуйста, к этому насекомому. Очень похоже на пчелу, правда? Но если мы посмотрим на глаза, мы увидим, что это пчела в очках. То есть большие фасеточные глаза говорят о том, что... И другая, кстати, немножко форма крыльев, говорят о том, что это не пчела, не перепончатокрылая, а что это муха. Это та муха, о которой мы уже очень много говорили. Это муха из группы журчалок. Муха-журчалка, которая использует полностью такое явление, как мимикрия, и подражает пчелам. Вот можно на вот этом кадре очень чётко увидеть, как журчалка просто похожа на пчелу. Пчела имеет жало, журчалка нет. Но при этом, опыляя одни и те же растения, они защищаются вот таким подобным пчелевидом от нападения хищников. Вот такое очень интересное явление, явление опыления и явление приспособления мы могли видеть на подсолнухах. Придание статуса памятника природы и отсутствие здесь какой-либо хозяйственной деятельности, кроме туристической, конечно, приводит к тому, что здесь природные компоненты чувствуют себя очень комфортно. Очень влажная территория, и вы видите, в этой влаге растение чувствует себя очень, ещё раз повторюсь слово, комфортно. Вот это лопух, который, вы видите, может достигать выше 2 метров высотой, крушина, крапива, которые тоже здесь достигают своих максимальных величин. И вот это разнотравье порождает, конечно, большое количество насекомых, а если есть насекомые, конечно, будет большое количество птиц и других позвоночных животных, лягушек, ящериц, млекопитающих. То есть вот этот весь комплекс, вот здесь, среди сельскохозяйственной территории, сельскохозяйственных угодий, среди деревень, это, конечно, такой оазис природы, хотя изначально это, конечно, рукотворное творение. Я, конечно, не знаю, какой парк был в те времена, когда его делали первые владельцы, но сейчас он представляет собой такой вытянутый прямоугольник, и вот эта вот аллея, по которой мы идём, она является сейчас такой центральной проходной, хотя идёт по одному из краев этого парка. И здесь, конечно, деревья впечатляют. То есть опять мы прикоснулись к совершенно уникальному участку, кусочку природы, который является естественным таким островком лиственного леса, среди сельскохозяйственных угодий. И я замечу, что здесь практически, да я не заметил, не практически, а нету хвойных деревьев, и в данной местности вот такой старовозрастной участок леса практически, наверное, единственный. И, конечно же, вы посмотрите вокруг, вот эти деревья вместе с подростом, вместе с всеми фитоцинозами, которые здесь создаются, этим старовозрастным лесом, он также уникален, ещё раз повторюсь, и для животного мира. Мы вышли из парка, и, казалось бы, чем можно нас ещё удивить? Ну, во-первых, мы оказались в таком очень интересном сельскохозяйственном ландшафте, он мне напоминает моё детство, Советский Союз, но впечатляет также вот этот очень интересный ясень, да, старовозрастной, с боярышником, за спиной небольшой прудик, такое было практически в каждой деревне. Но этот прудик привлёк моё внимание. Почему? Потому что, казалось бы, маленький. Ну, что тут можно увидеть? А здесь очень интересный объект нам попался, водяная курочка или камышница. Это водяная птица, водная птица, которая обитает в различных зарослях, околоводных, и ведёт скрытный образ жизни. Увидеть её можно только пересекающее водное пространство. И сразу уходящее в заросли. А здесь мы увидели не только взрослых птиц, но и детёнышей, и кормление, и всякое интересное поведение. Камышница, ещё раз повторюсь, водяная курочка, она очень похожа на ещё одну птицу, лысуху. Только единственное, что у камышницы бляшка красная, лоб красный, а не белый, как у лысухи. Но молодые птицы могут быть очень похожи, особенно подростки. Сейчас вот мы наблюдаем очень интересное явление. Это явление того, что подтверждает сведения учёных о существовании двух выводках у этого вида птиц за сезон. То есть, мы видим уже подросший первый выводок, который был в мае месяце, и более мелких, только что вышедших из яиц, птенцов второго выводка. Все они находятся вместе, потом они будут сбиваться в отдельные группки, держаться будут отдельно от взрослых птиц и улетят на зимовку в другие страны. Прилетят они в апреле месяце, и опять начнётся размножение. Но здесь ещё был очень интересный момент. Это момент кормления. То есть, мы действительно могли снять, чем кормят птенцов и чем кормятся сами. Потому что яблони, которые находятся на берегах этого водоёма, яблоки падают в воду и становятся пищей этих птиц. Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, хочу обратить внимание на то, что вот за моей спиной реконструированная, реставрированная усадьба, которая имеет довольно богатую историю. За моей спиной парк, который тоже создан где-то частично природой, частично руками человека. И это тоже история. То есть, памятники природы – это ещё и памятники истории, культуры. И то, что мы можем к этому прикасаться, то, что это мы можем сохранить для себя и для своих потомков, это, наверное, тот дар, который даёт нам наша жизнь. Поэтому я призываю всех бережно относиться к тому, что мы имеем. А на этом хочу закончить нашу программу. С вами была телепередача «В объективе натуралиста». Любите и берегите друг друга и мир, который вокруг вас. До свидания.